Справедливая цена за кубометр холодной воды – 60 рублей. Об этом заявили представители компании «АТЭК» на очередном заседании Думского комитета. Действующий в Сарове тариф – порядка 20 рублей. И даже если его поднять на пугающее 20-25%, проблем горводоканала это не решит. С точки зрения жизни тариф 25 рублей, да, наверное. Но на нем вы только сможете закрывать свою операционную. Если мы говорим о том, что какие-то ремонты еще, возможно даже некоторые замены, то это в районе 45 рублей. То есть это минимальный необходимый уровень. Если посмотреть по стране, уже достаточно многие регионы уже уходят на тариф под 60 рублей. Не только в ремонте, а в полной модернизации нуждаются абсолютно все объекты горводоканала. Водопроводные и канализационные сети в Сарове изношены более чем на 80%. Количество аварий и повреждений на них с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Водопроводная сеть, представленная чугунными и стальными трубопроводами, на полиэтилен приходится лишь 17% сети. Стальные чугунные трубопроводы находятся в эксплуатации больше 40 лет, давно исчерпали свой срок службы. В результате износа происходит часто разрывы сети, что приводит к потерям и снижению качества воды. Замутнению воды в том числе. По словам директора предприятия, ремонты делаются ежегодно, но в недостаточном объеме для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. По сути, сегодня лишь устраняются последствия аварии и повреждений. Чтобы исправить ситуацию, нужны миллиарды рублей, которых у горводоканала нет. Доходов от действующих тарифов хватает только на поддержание текущей деятельности. Учитывая остро необходимость обновления и модернизации существующих инженерных сетей и сложность установления экономических обоснованных тарифов, предлагаю рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в муниципальную экономику. Администрация города ведет переговоры о заключении концессионного соглашения с дочерней компанией Росатома АТЭК. Что это значит для города? АТЭК вкладывает в модернизацию горводоканала порядка 2,7 миллиардов рублей. За пять лет приводит все сети в порядок, гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и в течение 15 лет возвращает вложенные средства, устанавливая свои экономически обоснованные тарифы на водоснабжение и водоотведение. У нас сейчас ставят перед фактом, по ощущениям. Оказывается, что работа уже давно ведется. Проминникали различные протоколы, совещания с администрацией и так далее. И сейчас, честно говоря, бывали такие цифры, особенно предоставительные органы власти, с повышением тарифа до 20% ежегодно. Но, вы знаете, нас население просто не поймет. АТЭК предложили три сценария темпа роста тарифов. Каждый готовый обсудить с депутатами и найти оптимальный вариант. Одно, очевидно, наверняка в случае заключения консессионного соглашения цены на воду ощутимо поднимутся. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.